Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за всё. Мы благодарны Тебе за то, что Ты своей жертвой навсегда сделал нас совершенными в Божьих глазах. Мы благодарны за то, что сейчас Ты несёшь своё небесное служение нашего первосвященника и ходатая перед Отцом Небесным. Мы благодарны Тебе за Духа Святого, который ведёт нас на земной жизни, чтобы мы не уклонились ни направо, ни налево от Твоего плана и от Твоих намерений в отношении нас, чтобы мы исполнили всё назначенное Тобой, без всякого недостатка. Слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. Добрый день, мои хорошие! Вы на канале «Тот, кто больше храма». Притчи. Кто найдёт добродетельную жену? Цена её выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка. Она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лён, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём, и урочное служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силую чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие её хорошо, и светильник её не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты её берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подаёт нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья её одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, висон и пурпур одежды её. Муж её известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продаёт, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды её. И весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке её. Она наблюдает за хозяйством в доме своём, и не ест хлеб праздности. Встают дети и ублажают её. Муж и хвалит её. Много было жён доблородительных, но ты превзошла всех. Миловидность обманчива, и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук её, и да прославят её у ворот дела её. Сегодня мы читаем Евангелие от Луки, главу десятую. После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им, Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдёте, сперва говорите, мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиёт на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придёт в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божье. Если же придёте в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божье. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хорозин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознёсшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергает, а отвергающий меня отвергает пославшего меня. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоём. Он же сказал им, «Я видел Сатану спавшего с неба, как молнию. Всё, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал, «Всё предано мне, отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, слышите и не слышали. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего отцла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем и, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний, попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». В этой главе Иисус дает нам повеление проповедовать Царство Божие по всему лицу земли, спасая и исцеляя людей. Однако, когда ученики хвалились ему, что бесы им повинуются, то он сказал, «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Наша земная жизнь так быстротечна и ничего нет важнее вопроса, где я проведу вечность. Еще в этой главе мы читаем притчу о добром самарянине, который не прошел мимо человека, попавшего в беду, сказав каждому из нас, «Иди, и ты поступай так же». Но самое главное в конце главы, где он говорит, суетящийся в заботах Марфе и указывая на главное в нашей жизни, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Самое лучшее, безопасное и радостное место у ног Иисуса. Очень важно всегда помнить об этом. Псалом Давида. «Услышь, Божий голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы в стайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сети, говорили, кто их увидит, изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены, языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них и убоятся все человеки и возвестят дело Божье и уразумеют, что это его дело, а праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него и похваляться все правые сердцем. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за все, мы благодарны, что Твоя любовь хранит нас на всех путях наших, дает нам силы и мудрость жить на этой земле и противостоять кознем лукавого, соделает нас чистыми и непорочными, преобразуя из веры в веру, из славы в славу, в Твой образ и Твое подобие. Слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны, до следующей встречи! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...